Жильцы многоэтажки в Абакане замерзают в собственных квартирах. Это при том, что люди исправно платят за отопление. Собственники винят в проблеме владельца магазина на первом этаже, который во время ремонта обрезал все батареи. Виктор Буров разбирался в проблеме. В трех шерстяных кофтах укутанная в шаль. Так пенсионерка Светлана Филатова спасается от холода в собственной квартире. За отопление женщина платит исправно, но с наступлением морозов температура в комнатах не поднималась выше 18 градусов. Из-за чего постоянный кашель, непроходящая простуда. Одним словом, холодно. Ночью особенно. Настолько это вот нос высунешь, и нос мерзнет. Руку высунешь, рука мерзнет. И вот приходится лишний раз даже никаких движений, укутаешься. И вот ходишь, как все равно дельфин какой. Правда. Настоящий ледниковый период и в других квартирах в доме по улице Перятинская, 18, сначала жильцы долго не могли понять, в чем причина. Батареи в квартирах греют, а тепла нет. Конечно же, мы начали обследовать дом. То есть, свою квартиру, откуда идет холод, все это смотреть. И выяснили, да, что действительно идет все с полов, вдоль стен, по всем щелям. То есть, вот этот холод идет оттуда. Когда жильцы дома обратились за разъяснениями в управляющую компанию, там ответили в том, что люди замерзают, виноват арендатор помещений на первом этаже. Всю территорию занимает продуктовый магазин. Осенью владелец бизнеса задумал капитальный ремонт. И, по словам коммунальщиков, якобы без их ведома обрезал все трубы отопления. В результате весь холод поднимается на второй этаж. Мы уже не можем, собственно, с арендатором помещения, мы там никак не можем посодействовать. Они же ремонт делают, первый этаж. Они отключили, мы сходили, они даже вот свое отопление, где-то батарея, они полностью их отрезали. Часть есть, часть нет. Если мы даже бы запустили, мы там что-нибудь потопили бы. Безразличие. Безразличие к дому, к которому они работают, который они обслуживают. Я не знаю, как с этим бороться. Попасть внутрь магазина невозможно. Арендатор на контакт с жильцами не идет, впрочем, как и с нашей съемочной группой. Свою вину он полностью отрицает. Если в ближайшие дни в квартирах не потеплеет, люди намерены обратиться в прокуратуру в надежде, что там защитят их права на комфортные условия проживания. Виктор Буров, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.